Доброго времени суток, уважаемые любители футбола, с вами канал FFDO TV и сегодня гостем Федерации футбола Днепропетровской области является играющий тренер мини-футбольного клуба «Каскад» Николай Владимирович Хоменко. Николай Владимирович, несколько слов о создании вашей команды, как давно вы играете вместе? Команда создалась года три назад на базе спортивной школы, средней школы 147, основатели команды физрубки, который тренировал детей раньше с Богданом Григорьевичем Костяк. Они больше привлекали молодых ребят, в этом году что-то у них не получилось собрать молодежь свою, выступали они и на летнее первенство, и в том году выступали тоже в дивизионе В. Как бы подтянули, потом у нас Костяк, мы как бы все выходцы с бывшей команды ДСМ, ЮВИКО, Римстрой. Костяк у нас там человек 6-7, которые мини-футболом уже 10 лет вместе играют. Что еще сказать? То есть команда, в принципе, опытная? Да, команда опытная, но уже не молодая. Есть варианты, если сейчас подтягиваем молодежь, пытаемся что-нибудь с нее слепить. Тренировки проводим. Выступаем в первенстве дивизиона В. Как бы результаты все выложены в таблице, пытаемся что-нибудь доказать. Если получится, что-то на следующий год будем уже ориентироваться на дивизион выше. В планах есть создать детскую команду «Каскад». Как бы ребята, которые нас спонсируют, они на это как бы делают акцент, чтобы больше заниматься с молодежью, чтобы привлекать молодежь в мини-футбол. Какие вы тренируетесь? Какая у вас база? База – это средняя школа 147. Там проходит сейчас зал. Зимние тренировки. Сейчас там на лето планируют открыть спортивную площадку, искусственное поле. Там тоже планируем сейчас заниматься. Вот такие перспективы. Насколько сложно, действительно, у вас молодых ребят сейчас находить? Где вы их находите? Молодых ребят, я сам себе задаю такой вопрос, где их ищут. Дети у нас только, получается, базовая школа была до года два назад. Только «Спартак» – это Юсик Дмитриевич. Как бы тренирует молодых. Он там где-то их ищет. В основном сейчас по вузам. Сейчас начнется дивизион вузов. Там можно будет что-нибудь просмотреть. Какую-то молодежь заинтересует их. Дальнейшее выступление мини-футбола. Или нет. Вот это подборка молодежи. Вы на втором месте идете сейчас в дивизионе В. Насколько вообще уровень этого турнира интересен и удовлетворен ли вы выступлением своей команды? Ну, уровень дивизиона В. Ну, считаю, как для нашей команды, для начинающей команды, которую мы только формируем. Это нормальный уровень. 5-6 команд одного уровня. Борьба идет там. В турнировой таблице все показано. Потрих 5-6 очков. Борьба каждую игру. Это все освещается телевидением. Что еще сказать? В принципе, все. Ну, сами удовлетворены выступления своей команды? Своей команды. Ну, из того, что первый круг закончили на втором месте, как бы удовлетворен. Потому что есть, ну, выполняют все технические установки, которые делаем на игру. Там было пару поражений, но это незначительное. Так, в принципе, я же говорю, тренировочные процессы, игры, оно все потом дает результат. Вы говорили, что планируете в будущем перебраться дивизионом выше. Ну, вы же наверняка видите, да, как там играют автоматы. Велика ли разница в уровне? Ну, как бы в пятерке дивизиона В поборемся. Ну, если еще подключатся там пару ребят, на которых мы рассчитываем. Ну, и о перспективах команды, если бы вам рассказал. Перспективы, я же говорил, что пока мисс команда существует, ребята, которые спонсируют, не готовы дальше деньги влаживать. И больше хотят, чтобы все-таки была детская школа, чтобы футбол развивали в самых маленьких лет. Ну, в принципе, вы можете пригласить в свой клуб тогда ребят через нашу программу. То есть, где, что собираетесь? Приходите на просмотр. Ну, пока мисс просмотров еще нет. Пока мисс мы, так я же говорю, пока мисс играем. Это все в планах. Как они там создадут базу какую-то, создадут футбольный клуб, тогда уже можно будет рассчитывать в наборе детей. Ну, это все надо сделать как бы бизнес-планом, а потом оно уже все пойдет. Ну, у ребят есть такое. Пожелаю вам удачи. Счастливо. Ну, а мы с вами просвещаемся. С вами был телеканал FFDO TV. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok